В республике проведут месячник по борьбе с употреблениями спиртосодержащих жидкостей. Такую инициативу Минэкономразвития поддержал глава региона. На еженедельной планерке в Доме правительства обсуждали, как в Чувашии исполняют постановление главного санитарного врача страны. После декабрьской трагедии в Иркутске глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала мораторий на реализацию спиртовых настоек. Оказалось ли это ограничение действенным, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Благодаря введенному мораторию на продажу спиртовых настоек удалось добиться положительного эффекта. Только в республике количество отравлений суррогатом снизилось на треть. С начала этого года в Роспотребнадзоре зарегистрировали более 250 случаев. Неблагоприятными территориями по острым отравлениям спиртсодержащих продукции, где превышен среднереспубликанский показатель на 100 тысяч жителей, являются Красно-Читайский район, город Канаш, город Чебоксар, Чебоксарский район, Красноармейский район и Козловский районы. Ежегодно регистрируются смертельные случаи от алкогольной продукции. Около 24% случаев отравлений заканчиваются смертельным исходом. В 100% случаев отравлений закончились смертельным исходом в Балатарском, Комсомольском, Урмальском, Шумерлинском районах и города Шумерли. Реализацию продукции и содержание спирта, в которой превышает 28%, главный санитарный врач страны приостановила до конца июня. Но все же ряд предпринимателей нарушают запрет. С нерадивыми бизнесменами в Министерстве экономического развития решили не церемониться и лишать лицензии. Если в прошлом году нами было проведено 746 проверок по лицензионному контролю, в результате которых было 23 лицензиатам отказано в выдаче лицензии и прекращено было действие 22 лицензий, то по состоянию на 1 апреля этого года 120 внеплановых проверок было нами проведено и трем соискателям было отказано в переоформлении лицензии. В республике ограничивают и продажи фанфуриков в аптеках. С их руководителями подписывают меморандумы. В рамках этого соглашения по инициативе Минздрава регулярно проводятся профилактические рейды с привлечением волонтеров, встречи с руководителями аптек. Учитывая актуальность проблемы от имени главы республики, в прошлом году в адрес председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева направлено обращение с инициативой об изменении требований к отпуску спиртосодержащих лекарственных препаратов из аптек и установление четких требований к гектаре и упаковке. Но пока не все аптечные сети отказываются от продажи спиртосодержащих настоек добровольно. Неоднократно уже поступают обращения от жителей дома номер 31 по Игерскому бульвару, город Чебоксары, в адрес аптеки столичной фармацевтической компании. А также жители дома номер 26 по улице Щербакова, городу Шумерли, в отношении аптеки Global Farm. Учредитель компании Global Farm признает, что ее аптечная сеть фанфуриками торгует, а продавцы предупреждают покупателей о рисках. Глава региона подверг критике такой подход. Михаил Игнатьев отметил, что наживаться на здоровье людей недопустимо. Мы не применяем такие жесткие меры. Вот если несколько фирм просто закрыть, порядка будет больше. Люди мне спасибо скажут. Люди просто употребляя эту спиртосодержащую жидкость, как врачи говорят, доктора говорят, через три года практически у них печени почти не остается, к сожалению. Это беда для человека, для семьи и для нас, для всех. Решать проблему алкоголизации в республике продолжат. В ближайшее время в регионе с 22 часов вечера будет ограничена продажа пива, сидра, пуаре и медовухи. Но в Чувашии надеются и на то, что мораторий на реализацию спиртовых настоек будет продлен. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев.